В эфире студия репортер с Вероникой Годятской. Здравствуйте. Тема нашего эфира – итоги результаты нерестового запрета в Черном море. Подробнее о результатах, о наказаниях для браконьеров и о динамике в целом мы будем говорить с Владимиром Вергелесом, начальником рыбоохранного патруля Черного моря. Здравствуйте. Добрый день. Нерестовый запрет, основная его часть уже позади и хотелось бы узнать, вот если для начала в целом, как он прошел и какие результаты? В целом я вам хочу сказать, что на протяжении этого года у нас было три запрета. То есть был введен запрет нерестовый на калкан, на вылов калкана, на камбала-глоса и на бычок. Значит, за это время нашим патрулем и совместно с пограничниками, то есть они тоже принимали участие, экологи, было произведено 371 рейд. Составлено было 185 протоколов, большая часть из которых это по забраконьерству. Ну, хочу добавить, что ущерб, который был нанесен рыбному хозяйству за этот период времени, в котором мы работали, он нанесен составляет 49 миллионов гривен. Почему такой большой? Были изъяты у нарушителей краснокнижные виды у нас, краснокнижные виды, то есть непосредственно краб и сетр. Если говорить о том, что за период нерестового запрета, насколько я знаю, изъято около полутонны различных видов рыб. Говорит ли эта цифра о том, что это действительно значительный ущерб? Ну, нет, мы основываться на эту цифру не можем. Почему? Потому что в практике, когда мы изымаем рыбу правонарушителей, то когда она в живом виде, то мы стараемся выпускать в среду своего обитания. Ну, используя при этом закон, конкретно 63-ю статью закона Украины про товарный свит. Поэтому судить об этой цифре, ну, как бы, не стоит. А в целом нарушали период запрета больше или меньше, чем в предыдущих годах? Меньше. Меньше. Дело в том, что рыбоохоронный патруль – это у нас новый орган, и подход к работе чуть-чуть новый. Мы стараемся работать наперед, то есть пресекать, как говорится, заранее. То есть мы не даем, чтобы правонарушение свершилось, и мы потом идем, и это все четко выявляем. Вот, а работаем наперед. У нас выставляются посты, у нас патруль работает, грубо говоря, когда вот идет нерез, то круглосуточно. Какие посты, на каких постах дежурят круглосуточно? Ну, посты, они у нас скрытые, выбираются, выбираются, то есть стандартного поста и точки такой нету. Он выбирается оперативно. Патруль. Да. Насколько я знаю, сейчас действует, продолжает действовать запрет на креветку, мидию и рапан. Да. Ну, вот как раз-таки экологи говорят о том, что рапана сейчас очень много в море, на метр квадратный, около 100 особей, в то время как мидия как раз-таки под угрозой исчезания. Ну, условно, конечно, если говорить. Почему все-таки тогда рапан ставится в ряду с мидией? Или там тоже какая-то угроза существует? Ну, там угроза существует, ну, одна, вот, например, вот недавно или недавно, но я не могу это говорить точно, но вот ныряют водолазы и любители, и вот мы с ними, когда общаемся, то, говоришь, очень много рапанов и, скорее всего, из-за сероводорода. Вот, и он тоже, ну, он не под угрозой исчезновения, а, то есть вот бывают моменты, когда на него действует это явление. То есть фактически сейчас любая креветка, мидия и рапан, которая из Черного моря, на рынках продается незаконно, не имеют права на ее продажу? На данный момент, да. Если говорить о ситуации с дельфинами, очень много появлялось сообщений о том, что находили дельфина, в том числе, ну, как правило, мертвых в браконьерских сетях. Это связано с тем, что браконьеров стало больше, это связано с тем, что просто об этой информации стало известно. То есть как вы оцениваете ситуацию в целом с том, что дельфины попадают в сети? Ну, я думаю, что вот сама работа, она открытая, вот, и думаю, что просто информации становится больше, и эти случаи, они просто не укрываются. Потому что, как зачастую было раньше, просто никто об этом не сообщал. Какое наказание за такой крупный улог? Ну, за дельфина, ну, это вообще, в основном занимаются этой проблемой, это экологи. Вот, даже если или мы, или кто находит их мертвым, или эту ситуацию, ну, сталкиваются с этой ситуацией, то это, как бы, непосредственно ихняя компетенция. Вот, ну, насколько мне известно, за особь штраф около 100 тысяч гривен. Преднамеренно ли дельфинов ловят? Ну, я бы не сказал таких случаев в моей практике, хотя она небольшая, но я не слышал, не было. Ну, снова-таки, возвращаясь к этим случаям, в частности, отдыхающие говорили о том, что иногда дельфинов выбрасывают на берег, и люди не знают, что делать в таком случае. Существует ли какой-то механизм, либо по факту у нас процедура просто отсутствует? Значит, нет, процедура есть, но опять же я вернусь, что занимается этим экология. Просто у нас, наши инструкции, мы выезжаем тоже. То есть, если граждане, вот мне сообщили первому, так я незамедлительно должен сообщить во все службы. Там есть, есть самоседка, кому звонить, то есть, но немедленно. И организовывается работа, но на, во главе с экологами. С чем связано то, что это фактически парафия экологов, а не рыбоохранного патруля? Этого сказать даст, не могу. А если говорить в целом о наказаниях браконьерам, то каковы сегодня размеры для нарушителей запретов? Значит, у нас они несут административную и криминальную ответственность. Если что, ну, дисциплинарную, цивильно-правовую, то, что ближе. По административной ответственности на них накладывается штраф от 20 до 40, необлагаемых минимум доходов громадян. Ну, естественно, изымается все орудие лова, все изымается лов, который был незаконно добыт. Ну, а если это понесет шкоду истотную, то тогда притягивается к криминальной ответственности. Пороже, что криминальная праша. По 249-й статье кодекса криминальной, по-моему, там штрафы от 100 до 200. Ну, и по второй части им тягнет, ну, в общем, светит им до трех лет лишения свободы. Ну, как правило, насколько я понимаю, на сегодняшний день браконьеры могут отделаться только штрафом. Могут, да. Но оно сейчас рассматривается, это, ну, и в Держребагентстве готовятся пропозиции, как говорится, чтобы ответственность за это была, ну, была больше. А что предпринимает патруль, в частности, орган рыбоохранного патруля, если, допустим, браконьер-рецидивист? То есть, однажды заплатил штраф, дважды заплатил штраф, но так как выгода от этого-то все равно больше, нежели тот штраф, применяются ли какие-то особые санкции? Особые санкции? Нет. Таких особых санкций, как бы у нас... То есть, регулярная работа? Это не предусмотрено. А проводите ли какую-то профилактическую работу с массами? Работа проводится во всех направлениях. Что она себя включает? Что она себя включает? Ну, воспитываем, как-то сказать, культуру рыболовства. Вот это и наши, грубо говоря, наши заметки в средствах массовой информации. Это работа непосредственно на берегу, непосредственно с любителями и с кростелочами. Если говорить о том, что какое наказание полагается тем, кто постоянно нарушает эти определенные правила, и тем не менее они на них не действуют. То есть, фактически, постоянно вы просто берете штраф, да, и никак ситуация не меняется. Ну, ситуация меняется. Есть ли какая-то стратегия у вашего органа? Ну, у нас стратегия, стратегия органа. Дело в том, что у нас за этот период еще не было, чтобы человек попадался дважды. Вот это я именно веду за Черноморское бассейнное управление, за Черноморский патруль. У нас пока по второму кругу еще нарушители не ходили. Как правило, браконьеры вылавливают рыбу, в частности, в Черном море. Самые драгоценные виды рыб – это, конечно же, краснокнижные, в частности, виды осетровых. По ним есть какая-то статистика и насколько часто такие случаи? У нас составлен один протокол всего лишь по этому краснокнижным видам рыбы. Это было, ну, не дата была, а в июне. Вот, был рейд, и нам был задержан гражданин, у которого находилось 8 осетров российских и 7 севрюх. Вот, ущерб составил вот это его деятельность и хозяйство 640 тысяч гривен. Вот, был на него составлен протокол. Ну, как говорится, успели, рыба еще была живая, то есть было выпущено все. Какие нерестовые запреты еще предстоят в Черноморском бассейне? Значит, у нас предстоит с 20 августа по 10 сентября, у нас предстоит запрет на вылов Азова Черноморской кефали. Нерест будет. В прошлом году, насколько я знаю, кефаль вылавливали неохотно. Что прогнозируете на этот год? Как понять неохотно? Ну, то есть количество кефали, которое выловили, было не особо большим, по крайней мере, так, как об этом говорили. Так ли это? Или на самом деле все-таки большие ущербы понесло государство? Ну, за прошлый год, я вам просто не могу ответить, но оно у нас на слуху и готовимся мы к этому периоду уже сейчас. У нас будут созданы дополнительные группы, которые будут участвовать в рейдах. В любом случае, это будут задействованы и правоохранительные органы, полиция, пограничники и будем привлекать экологов. Может, там есть ряд проблем, но я думаю, мы с ними справимся. Спасибо большое. В эфире была Вероника Гляцкая. Оставайтесь на репортере.